Здравствуйте, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, рад новой встрече с вами. Ну, во-первых, приношу свои извинения, что какое-то время не выходил в эфир, у нас похолодало, и, видимо, утренняя пробежка не рассчитал, голос сел, пришлось провести курс интенсивного лечения, и вот я сегодня вновь перед вами, как я и говорил, что сегодня продолжаю свое обещание о нашем втором, единственном и неповторимом, да, вы правильно поняли, о Касыме Токаеве. Я даже в свое время пошутил, что теперь день 2 декабря будет у нас объявлен государственным праздником, днем второго президента. В настоящее время, когда идет подготовка к голосованию в нашей стране, по утверждению Токаева на должность президента Казахстана, как ни парадоксально, а вот мы к этому и пришли, то в первый раз он был назначен на должность, исполняющий обязанности президента республики Казахстан 20 марта 2019 года, экс-президентом султаном Назарбаевым, но долго он не собирался быть в исполняющих обязанностях и объявил о неочередных досрочных выборах, которых были, в принципе-то, совершены кчайшие нарушения выборного законодательства, не были допущены другие кандидаты, не были допущены партии к регистрации и так далее. 2019 год. Ну, вместе с тем, голосование прошло, праймерис, так называемый, утвердили все протоколы, и Токаев в спешном порядке провел инаугурацию и объявил себя президентом страны. Но это ему показалось мало. И вот мы все стали свидетелями, что он третий раз себя уже назначил главой государства. Он объявил неочередные выборы главы государства, назначил дату 20 ноября, и тем самым он уже себя утвердил на должность президента республики Казахстан. Поскольку та же самая ситуация, как в 2019 году. Не допустили ни к регистрации, ни к дальнейшей агитационной работе других достойных кандидатов. Не позволили зарегистрировать партии оппозиционные, которые могли бы повести работу по отношению к этим оппозиционным кандидатам. Но факт есть факт. То Токаев объявил, то Токаев сказал, то Токаев сделал. И твердо все понимают, что 20 ноября просто пройдет голосование, а протоколы напишут те, которые им нужно, проценты поставят такие, какие они захотят. И никто не указ этой новой команде, которая продолжает политику Нурсултана Назарбаева. В настоящее время все здравомыслящие казахстанцы, да и не только казахстанцы, думают, Почему же Токаев не проводит более решительных мер по отношению к семье клана Нурсултана Назарбаева? Ну, конфискация имущества, конфискация финансов, которые были награблены у народа Казахстана, клана Назарбаева. Почему он не увлекает в оборот эти преступные ресурсы, материальные ресурсы клана Назарбаева? Почему он не пускает их на повышение жизненного уровня народа каждого казахстанца? Ведь они набрали сотни миллиардов долларов, которые сегодня работают за рубежом и поддерживают другую экономику. Ну, не казахстанскую. Почему не раскулачивают Даригу Назарбаеву с ее недвижимостями, с ее компаниями, банками и так далее? Почему не проводят следственных мероприятий по отношению к Динаре Кулебаеве, который живет в Швейцарии, покупает очень дорогую недвижимость, чем просто разрушает цены на элитную недвижимость, о чем справедливо говорят швейцарцы, которая входит в швейцарский ФОПС ни одного дня, как миллионерша, не проработавшая нигде на производстве или в другой сфере деятельности? Почему двух руководителей, эту набившую оскомину уже даже у Тукаева, оператора РОП, двух руководителей, бывших руководителей, задержали и держат под следствием, и вместе с этими руководителями экс-вице-министр попал в подследствия, а с головы Алье Назарбаевой, куда катились все эти денежные потоки, не упал ни один волос? Еще много разных, почему можно задать президенту Тукаева. Даже уже появляются теории, народ обсуждает, во-первых, что груз договоренности с Назарбаевым стал невыносимым для Тукаева, и великий спортсмен по пинг-понгу уже не выдержит таких нагрузок, но я думаю, что если бы занимался боксом или тяжелой атлетикой, то, наверное, сил бы хватило, то есть изначально была допущена ошибка у Тукаева. Второе, то, что Тукаев почувствовал якобы настроение народа, что требуются какие-то великие перемены, но почему-то он их видит только в политической жизни, эти политические перемены, которые бы реально доставляли ему удовлетворение и утверждали на должности президента Казахстана. И, наконец-то, якобы он почувствовал, что он будет достойным человеком, который способен сделать каждого казахстанца счастливым. Ну и, в-третьих, люди говорят, что он до сих пор не мог почувствовать себя реальным хозяином положения дел. Кто из них прав, кто окажется прав, покажет историю. Почему Тукаев занимается политическими реформами, не занимается экономическими реформами? Хотя классика говорит, что в данной ситуации первое, что необходимо делать для дальнейшего поступательного движения экономики любого государства, в том числе и Казахстана, вперед, должна быть развитие демократии, многопартийности, развитие экономики. Это вот, грубо говоря, три кита, на которых зиждется все благополучие, ну и, естественно, человеческий капитал отсюда вытекает. Сегодня же никто не занимается этими вопросами. А может быть, Касым Тукаев, как и Нурсултан Назарбаев, который вешал всем жителям Казахстана лапши на уши о том, что в начале экономика, потом политика. А сам тем временем всю экономику прибрал к своим собственным рукам и клана Назарбаева. И вместе с экономическими реформами, которые работают только на клан Назарбаева, он провел такие политические реформы, принял такие политические конституционные законы о первом президенте, об Илбасы, лидере нации, которые законодательно утвердили культ личности Назарбаева в Казахстане. Такого ни в одной стране еще не было. И сегодня, понимая всю пагубность того, что было сотворено против народа Казахстана, Тукаев еще палец о палец не ударил о том, чтобы развернуть надлежащую работу по улучшению благосостояния и улучшению жизненного уровня каждого казахстанца. Вместе с тем, Тукаев пытается спекулировать, когда ему Дарья Немцова в своем интервью задала вопрос, почему же так получается, что вы стали тем человеком, который провел такие-то дела по отношению к султану Назарбаеву, что провели обожествление при жизни этого человека. Это же культ личности. Он ответил, вы помните, что Шолохов сказал, когда у него спросили, был ли культ личности у Сталина? Шолохов ответил, что она была же и личность. Это как надо не любить народ Казахстана, чтобы таким образом отвечать на вопрос журналиста и ставить народ Казахстана в такое положение. Это не делает чести Тукаеву. В прошлом своем выпуске я показал, как задолго до неварских событий Тукаев начал свою игру, как он через своих родственников получил собственность, на примере этой компании я показал. Восточно-казахстанская распределительная компания, одна из крупнейших. Только электрических сетей на балансе этой компании находится 35 тысяч километров. Я в прошлом своем выпуске говорил, как он захватил эту компанию и как эта компания за понюшку табаку практически перешла в частные руки. Причем перешла в частные руки Тукаева. И сегодня я хочу продолжить говорить о деятельности Тукаева на пути личного обогащения. И я заинтересовался акционерным обществом «Аллюр», в состав которого входят так называемые флагманы отечественного машиностроения. Ну, так называют их. В состав которого входят предприятия Сары Арка Автопром и Агромаш Холдинг, которые, как и положено, одна опускает сельхозяйственную продукцию, промышленную машину, а другая – автомобиль. И все это называется автопромом. Продукцию никак нельзя назвать отечественным автопромом, потому что, как правильно высказался Вадим Борейко в своем очередном выпуске, что это отверточная сборка или крупномасштабная сборка агрегатов, а никак не производство деталей, запасных частей, изделий для того, чтобы можно было называть отечественным автопромом. Я посмотрел, что компания «Доскар», которая является дилером бренда «Кио», возглавляется «Шалкаром» «Нуртлевом», тот же самый человек, что в прошлом своем выпуске я вам говорил. Ну, хорошо, это «Шалкар» «Нуртлево» был назначен дилером какого-то производителя, компания «Кио», в частности, но его назначают в совет директоров акционерного общества «Аллюр». Для чего это нужно было делать? Поскольку смотрящим за отечественным автопроизводством был Кайрат Ситабалды, по отношению к которому сегодня проводятся следственные мероприятия, и, естественно, место, которое он занимал, как смотрящий от семьи султана Назарбаева святое место. Оно оказалось пустым. Но, как пословица говорит русская, святое место пустое не бывает. И тут же команда Тукаева назначает Шалкара «Нуртлеву» смотрящим за автопромом. Ну и вновь эта компания и команда Тукаева допускает ошибку. Они в интернет выбросили, что Шалкар «Нуртлеву» назначен в совет директоров акционерного общества «Аллюр». И через несколько дней начали убирать эту информацию из интернета. Но все убрать невозможно, конечно. Я вновь повторяюсь, как в прошлом выпуске. И мы видим, что сегодня Шалкар «Нуртлеву», брат руководителя администрации президента, поставлен смотрящим за казахстанским автопромом, потому что из бюджета Казахстана выделяются огромные суммы для поддержания автомобильного промышленного производства автомобилей и машин сельскохозяйственных, а деньги должны подать только лишь клану Тукаева теперь. У меня возникает такая мысль, что язык Тукаева бежит впереди его мысли и тем самым подводит свою команду. А команда естественно или свита она делает короля, а такие ляпсы, которые допускаются сегодня, они просто подтверждают правоту мысли многих граждан Казахстана о том, что Тукаев такой же, как Насанжор Назарбаев. Много вопросов и разговоров велось вокруг этого отечественного автопрома и не просто разговоров. Даже Азия Авто, которая была открыта на восток Казахстана, которая доказала, что она может собирать автомобили, грохнули эту компанию Азия Авто. Балыши обили международный розыск, а никак не могут запустить автопром. Почему? Потому что так выгодно руководителям. Ну и, конечно же, назревает вопрос, а для чего же заметают следы? Для того, чтобы скрыть сам процесс, что бизнес автопром Казахстана перекочула, из стана Назрабаева в стан Токаева. Ну естественно, с автопромом напрямую связан и у телесбор. Никак нельзя его обойти, поскольку этот оператор РОП уже у Токаева набил оскомину на зубах и он дает конкретное поручение правительства. Так послушайте. У предпринимателей и в целом в обществе множество вопросов вызывает деятельность компании, которая называется оператор «РОП». Дошло до того, что было организовано некое общественное движение против этой частной компании. Я поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжения утилизационным сбором оператор РОП. Он дает поручение правительству прекращению утилизационного сбора, о прекращении сбора и о прекращении деятельности оператора РОП. Как строго на публику, а что в действительности. Как всегда, Такаев дал заднюю. Была просто снижена ставка утилизбора до 50%. Видимо, его соратники ему подсказали, зачем же рубить курицу, которая несет золотые яйца. Утилизбор, который дает возможность палец о палец не ударив получать финансовые потоки. И вот тут Такаев дал заднюю. И в этой ситуации я хочу сказать, дорогие мои казахстанцы, соотечественники. Подумайте теперь сами, может ли этот президент создать необходимые условия дальнейшего поступательного развития экономики Казахстана вперед для того, чтобы обеспечить благополучие, процветание, повышение благосостояния каждого казахстанца без проведения решительных кардинальных рисов реформ не только в политике, которые он сегодня уже третий раз проводит в экономике, в развитии демократизации, в запуске человеческого капитала. Это в одночасье не делается. На это уйдет как минимум лет пять, то и десять. И что, будем ждать, пока Тукаев будет вот таким образом продлять свое пребывание должности президента, принимать все новые и новые законы, я твердо убежден, что Тукаев не в состоянии всего этого поднять и все это сделать. На этом я заканчиваю сегодняшнее свое выступление. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, кто не подписался, чтобы как можно больше людей узнало истинное лицо президента Тукаева. А в следующем своем выпуске я расскажу еще об отжатии бизнеса семьи экс-президента Назарбаева в пользу Тукаева. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok